Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас, в середине июля, у многих поспели только мелкие томаты. То есть вот такие вот скороспелочки. Вот у меня здесь спиридон, русские колокола. И сейчас я вам расскажу о такой, как бы сказать, о недооцененности вот таких вот мелких скороспелых томатов. Очень часто читаю в комментариях. Так, ой, да они кислятины, мы скороспелки не высаживаем, ой, они невкусные или водянистые. Ну и тут напрашивается вопрос, может быть вы не умеете их готовить, как в том анекдоте или в рекламе. Это, конечно, шутка, но дело в том, что ведь вот такие томаты можно так вкусно приготовить, что вы забудете о том, что они скороспелки, о том, что они вот такие вот, может быть, недостаточно мясистые, сахаристые. Вот этот видеоролик я снимаю для того, чтобы реабилитировать вот эти мелкие, неказистые, неприхотливые скороспелки, которые некоторые люди, ну, не хотят выращивать, потому что они им не нравятся, они недостаточно сладкие. Смотрите, я сейчас вот как раз, когда я 17-го, позавчера, по-моему, показывала, что я сняла урожай с теплицы, и там половина сортов таких вот, вот как спиридон, например, там какие еще, ну, я не буду перечислять, которые, короче, сейчас, которые не крупноплодные и не мясистые, сахаристые, не вот эти, не любимый праздник и не ботяня. Но я их ведь тоже выращиваю, и они мне нравятся, потому что они очень удобны, вот для таких. В прошлом году первый раз открыла для себя томаты, запеченные по-провански. Вот идеально подходят и такие томаты, и такие томаты, именно мелкие, потому что большие мясистые на эти блюда не идут. Я сейчас буду готовить, и в отдельном видеоролике, возможно, еще раз покажу, как я готовлю томаты по-провански. В прошлом году я показывала. Вот с этих, со спиридона, я буду готовить помидоры по-корейски. Это вот с растительным маслом, с уксусом, с чесноком, которые через 4-6 часов готовы. Тоже в прошлом году первый раз этот рецепт сделала. Рецептов очень много, они разнообразные. Я показываю только один, но я его меняю каждый раз. Что-то добавляю, что-то убираю. Но дело в том, что именно для таких салатов тоже не берут ни большие, ни мясистые, потому что вы понимаете, что они куски разваливаются, они вытекают. Берут именно вот такие. Я сейчас нарвала юбилейный тарасенко и вот спиридон. И оба эти сорта идеально подходят для корейских томатов, от которых пальчики оближешь. Но это то же самое, как делаем малосольные огурцы, а это вот малосольные томаты. Через 4 часа, через 12 часов их можно употреблять в свежем виде. Но вкус неповторимый. И понимаете, вот в этих салатах, там же мы добавляем и соль, и сахар, там не важно, сладкий томат или кислый он, или водянистый. Вот эта вот подливка, ну заправка, вот в чем они будут маринуются, маринад, она придает, короче, такой вкус. Томаты становятся все одинаковые. Что вы туда положите? Красный, ой, сладкий. Что вы туда положите? Например, не очень сладкий, кисловатый. Ну хотя спиридон нынче спелый, я сейчас буду делать дегустацию как раз. И вот еще раз повторяю, если вам не нравятся на вкус вот такие вот томатики меленькие, скороспелочки, попробуйте делать с них вот такие блюда, в которых помидоры еще не солонина, это же не засолка, это вот такие вот как запеченные, вот эти вот по-корейски томаты, они еще не солонина, но уже не свежие. Я понимаю, что в свежем виде кисловатые томаты много не съешь. Ну съешь ты один или другой. А вот эти вот томаты по-корейски можно скушать сколько угодно. Вам даже покажется, что вы мало посадили скороспелок. Все, до свидания. Сейчас буду реабилитировать вот эти мелкоплодные томаты, которые многим не нравятся. Зачем ждать августа или сентября, когда вот эти вот бомбовидные томаты поспеют? Можно из этих томатов мелких сделать такие блюда, что пальчики оближешь. Вот такие вот прекрасные, наивкуснейшие томаты получаются. Вот эти томаты по-корейски. Именно из мелких томатиков, из мелких сортов, таких как спиридон. Мне очень они нравятся. Я в первый раз говорю, в прошлом году попробовала. Вот видите, вчера сделала банку целую. Сегодня вот что от нее осталось, потому что наивкуснейшие. Рецептов очень много в интернете. Я делаю по самому простому. То есть 2-2-2. 2 килограмма томатов, 2 ложки соли, 2 ложки сахара, 2 головки чеснока. Как вы видите, здесь и петрушка, укроп, вся зелень. Тут еще 2 сладких перца. И уксус 6% яблочный, 100 миллилитров растительного масла. 2-4 часа постоят, все это пропитается. Вот пальчики оближешь. Я потом буду делать все-все шаги, подробно расскажу. Сейчас говорить пока некогда мне об этом, потому что уже она сделана была давно и уже почти полусъедена. Просто я говорю, что скороспелые томаты это идеальный вариант для таких, для томатов по-корейски, для запекания, для вяления, для всего-всего-всего. Из мелких сливовидных томатов получаются прекрасные запеченные томаты, которые как гарнир подходят и к рыбе, и к мясу, и с картофелем просто. Вот из моих русских колоколов получилась вот такая вкуснятина. Сейчас буду ужинать.